Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла, и сегодня мы будем читать 11 главу этого послания. В этой главе апостол продолжает свои рассуждения, направленные против лжи апостолов и против лжебратьев, которые старались ослабить его влияние и авторитет среди Коринфян, и довольно сильно преуспели в этом. Апостол Павел извиняется за то, что продолжает хвалить себя и объясняет причины этого. Об этом говорит первый стих по четвертый. Далее, в целях необходимой самозащиты, упоминает о своем равенстве с другими апостолами, а также и с лжи апостолами в том, что добровольно и безвозмездно проповедовал Евангелие в Коринфе. Об этом с 5 по 15 стих. Делает еще одно вступление, прежде чем добавить нечто в свое собственное оправдание. Это 16 по 21 стих. Дает подробное описание своих достоинств, трудов и страданий, в которых он превзошел лжи апостолов. Об этом с 22 по 32 стих. Итак, апостол Павел извиняется за то, что продолжает хвалить себя и объясняет причины этого. Это с 1 по 4. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию!» Он называет такой способ самозащиты неразумием. «Но вы и снисходите ко мне» – само его имя Павел означает «маленький» – «ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». То есть церковь – это невеста Христа, жениха, и апостол Павел думает о чистоте народа Божия и о чистоте собственного служения, которое он совершает. Блаженный Августин пишет «О чем еще говорит Павел, называя всех этих разных людей чистую девою, как ни об их вере, надежде и любви». Действительно, церковь проявляет себя как чистая дева, когда имеет чистое исповедание веры, чистую надежду и чистую любовь. Особенно о любви, надо сказать. Любовь в человеческом понимании – это страсть, такая же страсть, как и ревность, и ненависть, и так далее. Но в библейском понимании любовь – это нечто большее. Сказано, что это совокупное совершенство. И вера христианина – это не личное его вероубеждение, как протестанты, они носятся с какой-то личной верою. Ничего в Писании не говорится о личной вере. Сказано, имейте веру Божию. И о надежде надо сказать, что она должна быть чистой, без самонадеянности на самих себя, но с глубоким упованием на Божье обетование. Блаженный Августин продолжает. «Церковь тем самым обладает, подобно Марии, нетронутой, чистой и непорочной плодовитостью. То, что Мария Дева заслужила воплоти, церковь хранит духовно». Что значит «церковь хранит духовно»? Нам надо всем сохранять целомудрие веры, целомудрие надежды и целомудрие любви. И Августин рассуждает, церковь хранит духовно с той лишь разницей, что Мария родила одного, а церковь рождает многих, которым предстоит объединиться в одно целое через одного. То есть через Христа, которого и родила Пресвятая Дева. Далее апостол Павел пишет, 3-4 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей привстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Уклоняются от простоты во Христе те, которые занимаются богословием не для церкви. Что такое богословие не для церкви? Это богословие, которое не для приходов, не для епархий, не для поместных церквей. А богословие как акт самолюбования, философствования. Такие рассуждения, которые отвлеченные от непосредственно пастырского служения. И на самом деле такое богословие никому и не нужно. Если мы не имеем применения богословским знаниям в нашей пастырской жизни или в архипастырской жизни, то это игра слов и не более того. Поэтому апостол Павел настаивает на том, что как Ева, она была обольщена хитростью змея, так и некоторые повредились, уклонившись от простоты во Христе. Что такое простота во Христе? Евангелие может читать и ученый муж, и малообразованный человек, и даже ребенок может читать Евангелие. И каждый найдет в этой простоте божественной премудрости то, в чем он нуждается. Четвертый стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть мы должны всегда опасаться, что начнут проповедовать другого Иисуса, не Иисуса Церкви, Господа нашего Иисуса Христа, а кто-то начнет проповедовать свое субъективное представление о Иисусе, делая акцент только на его человеческой составляющей, забывая, что он Господь Иисус Христос. Истинный Бог, истинный человек. Оказывается, люди могут получить и иного духа, о чем здесь пишет Павел, и сказано в Библии, «Испытывайте духов, а от Бога ли они?» И человек может получить иное благовестие, благовествование, то есть другое Евангелие. Это могут быть апокрифы или искаженные еретиками переводы Слово Божие. И Церковь не принимала этих свидетельств о каком-то новом Иисусе, о каком-то новом снисхождении Духа, и тем более Церковь не примет иное Евангелие, кроме того, которое мы уже имеем. И если кто-то бы пошел на такие компромиссы, то он был бы слишком снисходителен к тому всему. Это недопустимая снисходительность. Мы воинствуем, хотя наша брань не против плоти и крови, но против сил злобы поднебесной, которые как раз и провоцируют человеческие ложные представления, глубоко субъективные, о Христе, о Духе Святом, о Святом Евангелии. Поэтому надо держаться именно от церковного благоествования, от него не отступать. Далее, в целях необходимой самозащиты апостол Павел упоминает о своем равенстве с другими апостолами, а также и с лжиапостолами, в том, что добровольно и безвозмездно проповедовал Евангелие в Коринфе, об этом с 5 по 15 стих. Но кто-то может задаться вопросом, а зачем Павлу сравнивать себя с лжиапостолами, ну, понятно, он себя сравнивает с другими апостолами, это разумно, он на них равняется, а зачем сравнивать себя с лжиапостолами, потому что те много говорили о себе, но мало что могли явить, и зависть пожирала их изнутри. Как я часто говорю, никогда не доверяйте монаху, который ругает соседний монастырь, никогда не доверяйте архиерею, который ругает соседнюю епархию, никогда не доверяйте миссионеру, который ругает другого миссионера. Это неизбежно может порождаться именно завистью. Это люди как бы одного цеха, но при этом между ними какое-то соревнование, и надо быть очень осторожными. Никогда не доверяйте благотворительному фонду, который нападает на другой благотворительный фонд. Обратите внимание на то, что если люди представляют какой-то благотворительный фонд, им не надо ругать других миссионеров, они ругают другой благотворительный фонд. И если люди занимаются миссией, они не ругают соседнюю епархию, они ругают другого миссионера. И когда люди одного цеха скатываются на какой-то уровень зависти, вражды, это очень спекулятивно. И здесь апостол Павел с 5 по 15 стих начинает свое рассуждение, сравнение. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании». Почему он так говорит? «Потому что познание, оно проистекает от Бога, Духа Святаго, который научает и наставляет нас на всякую правду. И как бы ни связано с самой разумностью человека, потому что истины, которые мы исследуем в Слове Божьем, они выше человеческого рассудка. «Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». То есть вы сами знаете, какие мы. Вы можете судить о нашем служении, о нашей проповеди, читать наше послание, наши книги. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие. Безмездно, то есть без всякой корости, без материального прибытка проповедовал Евангелие Божие. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал». То есть очень важно, когда создается миссионерский фонд уже состоявшимися церквами, и они помогают миссионеру, придя на новую территорию, не искать каких-то материальных благ, а отдаться всецело миссии, чтобы тамошние люди не подумали, что им движет какая-то корость. Далее. «Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии». То есть когда он пошел в Ахаю, у него была помощь из Македонии, «Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягости. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи». То есть через ваше усердие. То есть вы станете такими же, как и македоняне, и вы в Ахае, в Каринфе будете помогать для миссий в тех местах, где еще не слышали Слово Божие. Одиннадцатый стих. «Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать». Он не хочет их отягощать, не потому что он не оказывает им доверия, не потому что он сомневается в них, но он видит их какую-то незрелость. И двенадцатый стих это подтверждает. «Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Не подавать повода ищущим повода – это не подтверждать те подозрения, которые существуют у посомых по отношению к пастырям. не подыгрывать дьяволу, который сеет плевела в сомнении, в сердцах посомых по поводу пастыри-архипастыри. Профессор Десницкий пишет, «Павел не будет и впредь брать денег за свое служение, чтобы не дать повода оппонентам думать, что они настоящие апостолы. Для апостола Павла апостольское служение коринфянам – служение жертвенное. Для него, как духовного наставника коринфян, немыслимо брать с них деньги, ведь и родители не берут ничего с детей». И здесь профессор Десницкий совершенно прав. Апостол Павел был настоящий родитель для коринфян, как он сам пишет о некоторых «я родил вас благоествованием своим». Но родители в то же время могут рассчитывать, что когда дети вырастут, они будут заботиться о них, когда они будут пребывать в старости. И то доброе, что они делали, детям вернется к ним. И в первом послании к Тимофею, 5 глава, 17-18 стих, говорится о том, каким священнослужителям надо стараться помогать материально в первую очередь, чтобы они не отвлекались на вопросы о пище, питье, об одежде, о жилье, а совершали бы свое служение. И апостол Павел пишет, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем, которые трудятся в слове и учении. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». То есть в первую очередь мы должны поддерживать тех, которые трудятся в слове Божьем и в учении, разъясняя нам подлинные смыслы Писания и церковные учения. Потому что если священнослужители и не проповедуют, и не объясняют учения церкви, и не обращаются к слову Божию, а занимаются какой-то, не дай бог, политикой или чем-то еще, какой смысл поддерживать именно таких? Конечно, мы должны обращать внимание на тех, которых важно разгрузить, чтобы они не думали о каких-то вопросах, что я сегодня буду есть, что я сегодня буду пить, у меня проблемы с одеждой или с жильем или что-то еще, чтобы они совершали то служение, на которое Господь их поставил. Всегда можно определить, занимается ли человек своим делом или он занимается не своим делом. Далее апостол Павел пишет, 13-14 стих, «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов христовых? И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». То есть те, которые хотят выглядеть благочестивее и самых благочестивых, как есть такая пословица, святее римского папы, ставят свое мнение выше мнения иерарха в церкви, это больные люди. Больные люди. И здесь апостол Павел делает сравнение, то есть не надо удивляться, что они на себя берут такую ответственность, потому что сатана иногда принимает вид ангела света. И в житии преподобного Исаакия Киева-Печерского рассказывается о том, как к нему в келью как бы влетели ангелы и сказали, «Христос идет», и он увидел как бы божественный свет и поклонился, и увидел копыта дьявола. Блаженный Августин пишет, «Ангелы не вступают с нами в такие тесные связи, как люди, что также относятся к тягостям этой жизни. А иногда и сатана, как читаем, преобразуется в ангела света, чтобы искушать тех, кого нужно таким образом научить или кого справедливо обольстить. Поэтому необходимо особое милосердие Божие, чтобы кто-либо, полагая в числе друзей своих ангелов добрых, не имел на самом деле в качестве мнимых друзей злых демонов, и терпел в лице их врагов тем более вредных, чем они хитрее и коварнее». Это из «Бессмертного труда» Блаженного Августина, который называется «Ограде Божьем». Это одна из первых апологий христианской веры против язычества. Здесь в этой цитате может смутить то, что как бы справедливо обольщаются такие люди. Имеется в виду то, что они не бодрствуют над Словом Божьим, поэтому получают воздаяние, а не в том смысле, что справедливо быть искушаемым от беса. Конечно, нет. Пятнадцатый стих. «А потому невеликое дело, если и служители его, то есть пастыри, архипастыри, епископы, пресвитеры, дьяконы, а потому невеликое дело, если и служители его, то есть кого его, дьявола, потому что они работают не на Христа, принимают вид служителей правды, то есть рядятся в одежды пастыри-архипастыри, но конец их будет по делам их». Далее апостол Павел делает еще одно вступление, прежде чем добавить нечто в свое собственное оправдание. Теперь мы читаем с 16 по 21. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным». То есть он понимает, что если он сейчас будет хвалиться, то это неразумно в любом случае, но он готов принять на себя такой подвиг и уродство, чтобы заставить людей хотя бы задуматься. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться». Итак, что же он считает неразумным? «Что скажу, то скажу не в Господе». То есть Господь меня этому не учил, как бы он говорит. «Но как бы в неразумии, при такой отважности, на похвалу, то есть на похвалу самого себя, как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». «А кто хвалится по плоти?» «Те, которые говорят, у меня хороший дом, у меня хорошая машина, я пиршествую блистательно каждый день, каждый вечер. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Он здесь явно ерничает. «Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных, то есть терпите и мое неразумие. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Вот здесь апостол Павел сравнивает себя с лжеслужителями. Он говорит, если вы терпите лжи апостолов, которые вас порабощают, некоторые набирают духовных детей для себя, как крепостных крестьян, чтобы потом обирать их и заставлять работать на себя. Это не духовничество. Кто-то объедает, кто-то отбирает, кто-то превозносится, а кто-то даже бьет в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. То есть мы другие, мы юродивые, мы неразумные, мы немощные. Мы никого не порабощаем, не объедаем, не обираем, никого не бьем в лицо. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. И сейчас он начинает сравнивать свое служение со служением тех, которые порабощали пасомых, объедали, превозносились перед ними и даже били их. Далее апостол дает подробное описание своих достоинств, трудов и страданий, в которых он может сравнить себя с лжеапостолами. Это с 22 по 35 стих. Итак, он хвалится и сравнивает. «Они евреи и я, израилетяне и я, семя Авраамова и я, христовы служители, в безумии говорю я больше». То есть, чтобы ему сказать «я больше», он понимает, что это какое-то юродство. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пребывал во глубине морской». Мы не знаем, когда это происходило, но и не все описано об апостолах, что происходило на самом деле. Далее. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасности между лжебратьями». Лжебратья – это люди неустойчивые, которые быстро меняют свою позицию. Сегодня они восхваляют священнослужителя, завтра позорят, а после завтра распинают. Апостол Павел продолжает. «В труде и вознурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах». То есть, кроме всего, что он перечистил, там били палками, там допадали, обвиняли у меня ежедневное стечение людей. Вот если кто-то из вас читал исповедь Блаженного Августина, там описывается, как мать Блаженного Августина, когда он был еще еретиком, она хотела его привезти на беседу со святителем Авросием Медиаланским. А там такая очередь была к святителю Авросию, что когда они уже подходили, он был никакой, он сидел такой усталый. Пастырь изнемогает. И стечение людей, забота о всех церквах, о разных приходах, это изматывает. «Кто изнемогает, продолжает Павел, с кем бы и я не изнемогал?» То есть он чужую боль, изнеможение воспринимает как что-то свое. «Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» То есть он ревнует за тех, которые впадают в соблазны. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». Вот он нашел, чем можно хвалиться. «Немощью моею, Бог и Отец, Господа нашего, Иисуса Христа, благословенный вовеки знает, что я не лгу, в Дамаске областной правитель, царя Ореты, стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». Мы видим, как тяжело апостолу Павлу дается вот эта похвальба, которая граничит с безумием, он сам об этом пишет, и он это воспринимает как некий такой акт юродства, юрничества. Но иногда и так надо проповедовать, потому что иногда безумие проповеди готовы выслушать и принять лучше, чем разумные рассуждения о правде Божьей. Итак, сегодня, друзья, мы с вами исследовали 11 главу 2-го послания к Коринфянам. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 12-ю главу этого послания. Субтитры создавал DimaTorzok